и снова здравствуйте всем привет и так дошло время значит долл пещеры погнали как это все будем делать зайдем в блендер то же самое можно сделать значит и в забрать изначально но давайте совмещать программы так что нам понадобится нам понадобится шрифта сочетание клавиш или нажать add mesh находим циркл теперь заходим в edit mode r перекручиваем g так наверно назад под углом вот так я пока поставлю а там уже разберемся сделаем с смотрим ну приблизительно да так g теперь единицы нампаде переключимся на рентген так что у нас тут заработает симметрия так выберем и значит вытянем вот эту часть маловато control z control z значит будем тянуть половину а если половину тянуть смысла нет проще тогда растянуть ее с помощью гизма ну приблизительно да там все равно будем регулировать так с помощью из можно тут еще подкрутить чуть чуть ближе подставить теперь отключаем гизму английская е теперь чуть-чуть перекручиваем джи уводим вниз теперь значит делаем английская е переводим р перекручиваем можно даже еще и побольше потом тут уже подтянется обрежется подрегулируется ванная форма пещеры даем теперь английская е еще выкручиваем так control z делаем с английская джи приподнимаем все это будет заход у нас в пещеру теперь значит какая фишка е вытягиваем это будет общий зал ну а заднюю вот эту стенку это уже потом посмотрим подрегулируем как единица на паде в принципе все нормально семерка сделали форму ту же форму можно смеша сделать потом сделать вычитание дать чуть чуть дольше но все таки варианты есть так выделяем половину и делаем делит вертиксы тройка на нам паде так английская а выбираем добавляем модификатор solidify делаем его потолще у нас появляется видите кромка чтобы когда будем делать дайномеш забрать у нас вот это все дело значит ну как сказать не было дыр чтобы не пришлось там это все надувать потом перетягивать и так далее так заходим теперь вот форма пещеры может быть разная круговая вертикаль там зигзагами но это уже как вам надо будет так ну что еще мы можем сделать теперь это нужно сохранить выделяем только вот эту нашу штуку применяем solidify и делаем control и и остальное все делит и значит настройки костей я тоже удалю через shift левая кнопка мыши клавиша делит все теперь файл экспорт формат of на рабочий стол сохраним ну а теперь идем забрать и так забрать теперь импортируем сюда значит рабочий стол голова тигра будет называться да ok и получается у нас вот такая вот заготовка вот так я здесь уже чуть-чуть форму переделал ну принцип понятен тратить время на все вот это вытягивание уже ну смысле отсутствует да только трата времени теперь что делаем делаем control д control д control д получается у нас вот такая сопля которую можно было сделать из меша и вычесть значит такой же меш одинаковый из этого ну вот как то так так работать будем вот с этой стороны а теперь нам нужно сделать дайна мэш делал удаляем дивайды которые мы добавили теперь дайна мэш ну чуть-чуть побольше прибавим большие полигоны нам не нужны потому что сейчас я буду использовать кисточку так что у нас тут такое а все нормально а ну-ка еще раз все сделалось смотрим сетку всем хорошо теперь смотрите что сделаем замаскируем вверх вот этот получился такая маска без разницы ровная неровная control и и все это дело вытягиваем потому что нам все равно понадобится потолок как и никакой также и можно его чуть-чуть тут еще приподнять получится вот такая складка которую мы потом подкорректируем но в принципе уклон я думаю нормально так снимаем маску пол пол можно будет добавить уже полигоном да ну давайте замаскируем еще чуть-чуть вниз перевернем и значит control и зеркалим и все это дело тоже также перетянем делаем дайна мэш исправляем сетку в принципе пещера готова вот через shift можно ее выгладить вот теперь что нам понадобится нам понадобится вот где этот переход ну какие-то так кстати переключаемся на мофт опаладжи но здесь вот вот эту горловину можно приподнять чуть подтянуть чуть отрегулировать вот так побольше сделать почему после здесь будет лестница я думаю что лучше здесь сделать пошире мы какие-то колдаёжины конечно так принципе это хорошо зеркут добавляем теперь аппенд добавляем сферу переключаемся а левая кнопка мыши или нажимаем в боковом окне щелчком левой кнопкой мыши переключаемся на мофт уменьшаем все это дело и смотрите просто отводим бок еще раз уменьшим растянем и здесь уже кисточка моф нам в помощь можем ее гнуть как угодно растягивать какую угодно сторону придавать более-менее какой-нибудь эдакий вид так теперь можно даже боковую стенку как-то придать вот тут расширить там чтобы ровно и не было боком вот так вот расширку надуть ну будет лучше наверное так делаем всему этому дай нам иначе у нас маскирование не сработает делаем дай нам с теперь выбираем мол делаем control вытягиваем такую запчасть перетягиваем ее зеркально так отводим переводим сравниваем в принципе можно не запустить так теперь делаем дай нам с зеркалку делать не будем делаем скайл и в собачу в этот наш проход вот где у нас это горловина сама то чтобы здесь стоял этот проход поэтому поднимем к верху чуть-чуть сделаем такой изгиб по стене в принципе мне нравится делаем не для выставки а для понимания как это все можно здесь устроить да как что еще понадобится нам понадобится лестница так без головы мы тут не разберемся наверно лестницу давайте сделаем потом в этом в блендер потому что там можно по прозрачности все ее провести можно и тут набор на скубов понабирать так я не вижу ну как голову льва можно все закинуть она у меня есть ну там обрезка будет уже никак не то что по простому до добавляем сюда вот на эту штуку на нашу пещеру камушки камни мы добавим уже готовыми кистями которые есть значит на полях ютюба их можно скачать это у нас кисти вот эти и давайте добавим я вот не помню какие они тут так это у нас камни и вот смотрите полигонов мало и чуть-чуть надо прибавить вот на 800 будет нормально это будет выдавливание ну вдавливание нам это не надо нам надо наоборот выпуклость и вот мы выдавливаем делаем кисточку побольше у нас получается вот такие вот камни но это слишком большие можно где-то ну пусть калактиты тоже бывают так где-то на углу еще один так присобачим вот по углам они хорошо идут создают хорошую текстуру стены вот так вот быстро все ну чем вам как говорится не текстура пещеры да теперь попробуем чуть-чуть кое-где повдавливать мятины так не делать нормально добавим еще какие-нибудь кисточки ну чтоб пещера была уже как пещера да это вот камни волны мы их добавим снизу чтобы красиво было побольше пройдем как раз возле арки где-то тут ну чтоб не мешало нам потом значит делать еще этот вставлять какие-то предметы ну в принципе сзади тут кучи золота будет но не до потолка конечно ну прям хорошие такие будут кучи золота тут сейчас будет еще здание так там еще будет здание и поэтому раз будет здание нужно замаскировать вот эту часть и сделать контрол и и эту часть alt левая кнопка мыши перекрутить и сдвинуть так смотрим что получится ну в принципе что сетка получается чуть-чуть растянем чуть-чуть подтянем смотрим чтоб она никуда не выходила бог должен быть делаем дай нам и все склеиваем так нормально так займемся аркой на арку control z control c control c control d добавим дивайдов чтоб у камни смотрелись камнями да так это сверху нанесем там сбоку пока вот так да хорошо сюда еще художничка какого-нибудь который был вот это все дело раскрашивал так вокруг 2 а ну-ка так нас облачим сюда каких-нибудь трещин не забываем внутреннюю часть и побольше экспериментируем ищем еще какие-нибудь вот эти значит камни так о переплетаем эти камни другими камнями о тут вообще уже ну скала так ну и здесь с другой стороны на собачьем и чтоб не было ровных частей вот так вот сделаем эту ступу так ну чем вам не пещера да так тут теперь чуть чуть поменьше делаем текстуру таких вот скал это лучше наверно потолок за собачьи ну да получается у нас пещера тут теперь тоже делаем текстуру ну здесь будет проход в принципе там только стенку нужно так вот готова у нас пещера теперь что нужно сделать в эту пещеру нужно текстуры ну поищем в интернете давайте и так пещера есть простенькая все нормально да но теперь давайте покрасим ее так текстурки подгрузим только не ищите текстуры пещер ищите текстуры скал потому что они светлее а пещера уже значит под свет под освещение это съемка сделана просто скалы потому что у нас будет свое освещение и все там будет притянено все будет нормально это вот один вариант да и вторым можно просто рисовать текстуры и потом их выдавливать ну как я и показывал ну давайте теперь попробуем комбинировать да как это будет смотреться я пещеру в принципе одну делал для проекта робинзон круза и все так ну это ж пески значит что-то песчаное надо вот я тут кое-что подыскал вроде бы подходит да но теперь вопрос как это красить можно было на всю так но я наверное буду так ее потихоньку раз и значит переключаемся на покраску z английской отключаем так и что-то этаком переключимся на белый шейдер маткап ну это текстура рисует плохо значит мы ее заменим ну не пошла бывает такое что текстура не зашла вот выберем вот эту прикольные оттенки и как раз в принципе почти подходит под ножками ну как будет красить а ну-ка смотрим так делаем контрол д контрол д добавляем дивайдов опа и пробуем еще раз красить ну вот уже почетче только так ну в принципе она облегает наши камни так z нужно как-то их подгадывать да не полностью красить текстуру а с наплывами так тогда ну здесь у нас просто покорябанно поэтому все подходит а вот с потолком как быть сейчас посмотрим комбинируем накладочку делаем так так в одну сторону может быть не надо и размер камней менять ну-ка если вот так еще ну уже как-то да живенько так так о переливы все сольется сейчас просто нужно ее именно тасовать вот именно раз чуть-чуть тут цвета взять теперь перекрутить перевернуть вот так вот где-то цвета взять так а ну-ка о уже нормально но вот этот камень нужно перекрыть перекрыть вот этим чуть-чуть посередине мазнуть ну уже в принципе все ну видно что этакая какая-то прикольная штука вот чтобы не было вот этой полоски мы ее раз перекрываем и побольше такого красноватого так здесь уже перевернем текстурку может сделаем ее под углом чуть побольше и перекроем вот этот угол просто раз по углу проведем ну уже нормально все дело в хороших правильных текстурах пол потом перекрасим пока красим стены так теперь красим под углом потолок нормально красим вот подгадываем под нашу вот эту вот картинку так побольше и значит ее перекрываем на вот этими цветами ну тогда у нас что-то это должно получиться ну да вот вроде бы она перекрывает теперь получается у нас нарост и этот нарост мы перекроем вот так он был да мы его так и перекроем так вот картинка вы видите за рамку не уходите белую потому что модель начинает перекручиваться так Z тоже тут покрасим ну мне оттенки нравятся вот именно прикольная пещера опускаем пониже Z перекручиваем нашу модельку и вот так вот ее по верхам пройдем Z здесь вот эту камушку добавим здесь вот перекрутим камушку к верху шубанем о ну перекрестить это замок так здесь вот побольше можно валун отметить так здесь будет песок значит ну в принципе если нет на низу камни не нужны это уже будет другая история да тут мы покрасим другой цвет так пока вот эту штуку давайте отключим чтобы видеть всю пещеру здесь у нас как раз под углом он будет спускаться этот как его называют аладин вот так это все дело будет спускаться и уберем хлест так здесь теперь по низам надо пройти хотя там а нет тут будут скалы потому что тут будут ступеньки помню все будет тут хорошо так перекроем сверху теперь вот эту штуку чтобы у нас меньше было опти мы еще раздвигать ее можем но это вообще бомба так текстурку можно песок нарисовать давайте нарисуем песок песок по моему в папке у нас остался с прошлого раза так это голова тигра файл текстуры так и нет так а куда же я их дел куда то скинул ну сейчас скачаю и нарисуем песок тут так добавляем текстуру импорт текстуру песочка так так подключаем ее выбираем и вот эту кнопочку нажимаем все текстура песка подключена так теперь Z отключаем выравниваем нашу модель и ставим ее под нужным углом полигон у нас многовато поэтому чуть-чуть у меня тут подтягивает его так и ну там уже горы в принципе нормально и добавим вот этот переход ну потом эту текстуру добавим туда куда надо ну чтобы она уже слилась да так здесь песка поменьше и перекроем это все дело значит вот эту текстуру уменьшим и уберем ее в угол а вот эту где скалы выберем и песочек чуть-чуть маленькой кисточкой перекроем так есть такое дело ну вот эту штуку тоже можно этими цветами за сандалий так ну чем вам не пещера да вот эти белые теперь убираем поменьше кисточку переключаемся на песеру и белые пятна и вот эти вот переходы которые были не видны вот тоже немножко притеняем во даже прикольно такая штука попалась ну что там ага тут гранка вот там косичок мы сейчас уберем это как мы его уберем а мы его уберем волшебным способом когда дырки у вас идут вот это тонкие места и полигоны начинают рвать клей build up потом переключаемся значит на авто маскинг выбираем бак фейс маск и вот с этой стороны накидываем просто массы где дырки у вас вот с внутренней стороны оттуда она значит накидывает вот а здесь она не ломает полигоны если сейчас уменьшить то можно и тут чуть-чуть докидать и получается эти полигоны она сюда вытягивает а те полигоны в другую сторону так вот еще кусок который нужно закрасить чтоб не было потом плохих мест да так ctrl-z это уберем переключимся на пустыню и немножко z подправим нашу пустыню сделаем более интересную такую раз побольше волн о прикольно все это я думаю можно теперь склеить вот это все и значит сделать развертку и закинуть уже под нашего персонажа и добавить значит кучи золота можно даже в тот же проект даже не можно а нужно так теперь давайте все это делаем сделаем марш даун окей и сделаем всему это дай нам и чтобы ну не 3000 полигонов было поменьше так где ты тут так ну это мало это 200 тысяч всего хотя бы лям так а ну-ка как выглядит в принципе нормально что можно сделать еще вот когда можно просто рисовать текстурами ну как мы делали допустим золото да и опять же воспользоваться кисточкой не кисточкой а функцией masking mask be color mask be intensive мне эта кисточка повторюсь очень очень нравится так тут только вытягиваем уже ну в принципе тоже можно сделать sky небольшой так проверяем такую сторону конка уже тут тянет так теперь отключаем нашу красоту смотрим ну все неровности присутствуют включаем нашу маску снимаем control маску добавляем дубликат делаем на верхний дубликат зрмш без симметрии легейшим поменьше полигонаж чтобы в сцене у нас это сильно ну не весело нет нет то в в в в Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь сделаем Projectal. Подождем. Посмотрим, что получится. Ну, 3000 нормально полигонаж. Главное, как все это дело будет отображаться. Так, вот вы видите, что есть косяки. Отключаем, значит, нашу вот эту штуку, шейф-зет. Выбираем и придется на ней тоже немножко покрасить. Говорят, говорите за торможенностью. Ну, бывает. Просто занимаешься, когда что-то делаешь, а потом еще, значит, нужно отвлекаться. Это очень интересная штука такая, с отличением. Когда сам делаешь, оно как-то нормально. А вот когда объяснять надо, и делать, то это уже посложнее будет делать. Так, что у нас тут? Вот, кстати, что получилось. Смотрите. Вот этот косяк, вот эта дырка. Это все от того, что зеркалилось. Значит так, мы верхний удалим. Delete. Окей. А нижний надуем, чтобы полигоны у нас были нормальные. Поэтому, вот когда дырки вот такие где-то у вас происходят, значит, тут какая-то слабая точка. Так, вот тут тоже точка слабая, где не нарисовала, значит, шейф-зет. Вот эту нижнюю часть я не раскрасил. Уже будет костяк. Ну, в принципе, он, ну, будет некрасиво. Нужно все это делать, чуть подкрасить. Подправить. Так. Теперь надуваем ее. Деформация и любимая моя штука это инфлат. После инфлата все смотрится четко надута. Масштабно. Геометрия делаем динамеш. Вот теперь у нас ничего не должно порвать. Аппенд. Так, не аппенд. Дубликат. Жара 65 с лишним у нас. Это шиздец какой-то. В тени 45 с чем-то. Так. И теперь делаем геометрия. Зеремеш. Кто-то на севере мается. Кто-то от жары, от холода кто-то мается. Кому-то море надоело, кому-то степи. Прикольная штука в жизни. Так, итак, что тут получилось? Чтобы не было дырок, вот вы видите, а не одна есть дырка. Не, это просто полигон зеркалит. Так, теперь делаем Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Ну, еще раз Ctrl-D, чтобы четче были текстуры. Ну, и опять же, Projectal. Так, смотрим. Все равно нужно чуть-чуть подрисовывать. Не проблема. Подправим, да? Продолжение следует... Как это сейчас мы будем... Не прокатит эта штука, потому что у нас, значит, будет наложена вот эта текстура. А, нет, пардоньте. Это же будет. Так. 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 Продолжение следует... 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 По Y 65 метров пещера. Ну, это нормально. Делаем, значит, что у нас. Выбираем кучу золота. Вот, все это нужно выбрать. Я по размеру сразу не подгадался. Так, ну, если что-то, потом можно будет подкорректировать. Делаем S, G. О, не понял. Одна кучка еще меньше тут. Так, G. Значит, эту S, вот эту делаем, ну, пусть пока в сторону. Надо сразу выставлять вот размеры. Так, теперь делаем G. Все опускаем. Так, алмазы какие-то, значит, G поближе, чтобы внешний вид был. Там где-то сталактиты вот эти. Потом можно сделать россыпь там на песке. Ну, фантазии. Она, фантазия такая штука, что доведет куда угодно. Так. Альт-Аш. Включаем нашу писяру. Ну, думаю, что, размер будет нормально, адекватный, да? Ну, золото побольше, конечно, на вот можно с FD. Там. Еще посуды какие-то подобавлять, допустим, там, сковородки, чашки какие-то, да? Как вариант. Так, и что еще там было? Там, значит, вот, было здание. Файл импорт. Я его скачал. Делать не буду, потому что, ну, просто показать, как все устроено и сделать такую вот локацию, да? Так, это какой формат? OBJ. Так, это у нас здание. Пардоньте, сейчас будем искать. И вот сюда подгрузим. Так, это значит, FD. 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 Тут золото. Еще побольше можно S. Прям кучару такую застандарить, вперед подать. Натягать тут какие-нибудь крышки. Опять же, повторюсь, эти сосуды, тарелки. Все это под золото, значит, затекстурить. Ну, в принципе, что? Вот тут эта дорожка, может, маленькая. Ее можно будет вытянуть. Выбрать полигоны и просто оттянуть. Так. По проходу. Тут песок добавить, текстуру можно уже полигоном. Тут еще лестницу добавить в рот. И будет шикарная, значит, у нас локация. Все, ищу, значит, здание. Сейчас это файл. И так, нашел я здание, значит, файл. Импорт. Обиджей. Десктоп. Делаем S. Это origin 3D геометрия. Так, чтобы лучше передвигалась. Семеркой на нампаде делаем L. Alt H. G. Так, тогда вот здесь это не нужна будет штука. Или пусть будет, но тогда поменьше. Да, допустим, здесь уже в центре должен стоять такой камень. И на нем должна быть эта, как ее на... Как же ее называют? Лампа Алладина. Так, что у нас тут получается? Выбираем здание. Ну, для ракурса можно чуть-чуть ему угол дать, да? Вот. Сзади скопировать часть стены вот этой пещеры. И просто добавлять вот этот верх. Можно копировать и сзади как фон вставлять. Будет нормально. Давайте добавим теперь вот этой зданию, значит, текстурку. Add. Так, текстура. Image. Текстур. Open. И... Ох ты, да вот он у меня и песок. Так, а что это такая за папка? Гора золота. Так, текстура песка. О, все песчаное должно там быть такое. Так. Нормально так. Делаем shift. А, добавляем mesh, добавляем план. Делаем плану S, G. Вставляем или... Как сказать... Ну да, там что-то же должно дальше быть. Тогда можно вот сюда вставить план песок. Вот так вот. Чуть-чуть растянуть его. Чтобы он как бы в рендер входил. Добавляем ему шейдер. Добавляем new. Добавляем add. Текстура. Image. И сейчас песочек ему подсобачим. Ну а что? Только не тот цвет, да? Значит, десктоп. Песок. Во. Теперь самое то. Заходим в uv-editor. Английская A. И смотрим. И смотрим, значит, S. R. Перекручиваем, чтобы у нас совпала текстура. О, вроде бы попало. О, вроде бы попало. Этот план повыть. Этот план повытягивать, там, надуть. Не проблема. Выбираем вот этот теперь. Делаем shift D. Семерка на нампаде. И можно его тут. Mood. Mood. До оформить, да? Допустим. Так. R. G. Так, вот тут пустота, но там можно добавить какие-то стенки, как будто здание, правда, туда уходит. Ну а теперь заходим куда? В edit mode. Выбираем рентген. Выбираем, значит, C, английскую. И вот это все копируем. Это получается Ctrl-I. Остальное delete vertex. Так, Ctrl-Z. Ctrl-I. Значит, еще все. Эту выберем вверх. Ну, пусть как-то так, да? Ctrl-I. Delete. Ненужные полигоны удаляем. Ну и что? В принципе, неплохо получилось. Только вот это теперь. Тройка на нампаде. Единица на нампаде. И что? Заходим. А, мы же в edit mode, да? Теперь опять рентген. Делаем C. Делаем R. G. Ну, в принципе, я не знаю, потолок нам понадобится. Нет. Так, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Так, тройка на нампаде. Единица на нампаде. R. Выравниваем. G. Вытягиваем. Смотрим под ракурсом. Ну, может, чтобы тень, ну, оттенок света так падал, пойдет. Теперь, опять же, английская C. Песок нам не понадобится. У нас там песок есть. Это значит, delete вертиксы. Так, а вот эти, так, 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 C, нижние полигоны с удовольствием G вниз опустить. Заходим в обжиг нот, выбираем. Вот, уже нормально. Вот у нас и потолок появился еще дополнительный. Где-то какие-то полигоны можно еще поудалять. Вот как это будет смотреться. Гляньте. Вот такая штука. Маловато, если песка. Не проблема. Заходим в Edit Mood. Так. Edit Mood. Выбираем рентген. Сбрасываем выделение. C. Выбираем кромку песка. Семерка на нампаде. Опа. Обжизмут. И вот он вам песок. Конечно, он растянутый. Но можно добавить полигоном. Если вот так вот не прокатит, значит, Ctrl Z, Ctrl Z. И вот этот полигон просто выбираем. Вот этот. Делаем Save D. Выставляем его тут и просто вытягиваем. Так. Не подходит у нас, да, вот эта вот текстурка. Не беда. Заходим в UV Editor. Находим у нас вот эту текстурку. И прибавляем ее в размере. Теперь R. Так, смотрим, что получилось. Чуть-чуть растянуто, да. Надо размер подгадать и направление. Что-то я не пойму, куда она идет. Ну, можно весь пол тогда заменить. Если вот такая штука не прокатит, а весь пол заменить одним песком. Как вариант, да. Так, если вот так его еще побольше сделать. Хватит нам и, значит, на вход. Вот сюда и на выход, и на ракурс. Ну, и можно его тоже так же искривить. Значит, как добавить полигоназ. И потом все это дело в скульпте поопускать, приподнимать и бугры понаделать. А ну-ка, зайдем еще в UV Editor. Сделаем S. R. Ого! Ну, вот такая штука, значит, да. Это нажимаем, сделаем сглаживание. Что там еще есть? Вот здание можно теперь чуть-чуть в бок перевести. Здесь добавить какие-то горы тоже золото по бокам. Вот. Сейчас еще попробуем так. Shift D. Как раз перекрывается задняя, как бы, стенка, да. Так, тут еще можно вот так вот повертеть, чтобы бугор, естественно, был где-то сжать. Где-то припустить его в песок. Shift D. Тут же его другой стороной, чтобы он был, ну, как бы, отзеркаленный. И уже он перекроется, если вот так вот сделать большую кучу. И всобачить его даже в угол. Ненужные полигоны, опять же, можно будет удалить. Так, это маловато, многовато. Вот. Чем не пиксера Аладдина? Просто еще побольше накидать сюда, значит, этих, как его называют, тарелок, повторюсь, там, всяких штук. Там, графины, тарелки, алмазы, блядь, сундуки, там, я не знаю, что еще можно добавить. Так. По картинке, словом. Вот, 62 тысячи полигонов. Но это немного для такой сцены. Это, ну, как, еще можно понизить полигонаж. Сейчас переделать сетку тут, децимейт, вообще будет, ну, 20, там, тысяч полигонов. Вот именно на куче поменьше можно дальние, передние чуть побольше полигоны. Ну, как обычные, да? А дальние кучи можно уже сделать меньше полигона. Сейчас посмотрим, как это делать. Так, теперь что еще можно? Где у нас тут свет? План, план, план. Двушистый план, гора, гора, золото, пещера, пещера. Так, а где у нас? У нас свет есть. А вот где он? Где-то он тут светит. А вот он. А почему его нету в этой сценке? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, это 100 много. 20. Ну, солнце, как бы, не надо, наверное, да? Спут в разных местах его поставить, несколько источников. CFD. Одно, чтобы здание как-то акцентрировалось. Значит, это освещало G. Поставим на одну, значит, 60 Ватт. Нафиг 220. Исчеты R. Ареал. Ну, тут в пещере нужно как-то по-другому, наверное, выставлять источник света. Четон А. Потом потолок, что ли. А ну-ка. Может, факелы какие-то, так это 500. О, 3000 раз. G. Верхняя подсветка, чтобы у нас, значит, стенки чуть поменьше были. Освещены как бы нижняя, наверное, да? Л. Ну, и чтобы у золота, золото светилось, надо поставить. Так, вот этот вот FD, S. Верхняя подсветка. Верхняя подсветка. Так, включаем камеру, которую я тут еще-то тоже не наблюдаю. Куда это все попропало тут-то? Ну-ка. Ну-ка. Куб, куб, куб. А, вот. На кучу золота, что ли. Ну, вот, чтобы они подсветены были. О, идеальный ракурс Для этих Ну вот не знаю как Они же еще меньше персонажей будут Получается у нас будет Вот так вот где-то Все выглядит Вот где-то Вот так А это будут типа крупные планы Раз, а потом на них Вот здесь вот где-то будет у золота Уже наши персонажи Возиться Здесь всякий всячин будет Условом прикольно Нужно сделать только чтобы вот именно Песок был песком Вот рисованный мне кажется Как бы более такой Прикольно Вот если текстурку накладывать Ну можно сделать отдельную текстурку Полигон такой Именно под этот план Сделать и нарисовать еще больше песка И все в принципе будет нормально Ну а тут опять же ракурсы Если вот персонаж будет маленьким Вот он тут заходит Вот раз И прям неплохая эта фигня А потом крупный план допустим Он идет, идет, идет И тут вот Камера поднимается выше И все классно выглядит Короче Ну вот такая штука Надеюсь кому-то поможет это сделать Этот как его называют Окружение для мультфильма Ну вот такая информация Все всем пока До свидания Субтитры сделал DimaTorzok